Друзья, я приветствую всех на канале Садовый Гид. Я нахожусь в Москве, в агрохолдинге Поиск. Рядом со мной стоит удивительный человек, Ховрин Александр Николаевич, руководитель селекционного центра Поиска. Друзья, вот все томаты, которые здесь представлены, не только здесь, мы еще и правило в полях снимали, это все наши селекции, наших российских ученых. Александр Николаевич, расскажите немножко хотя бы, что здесь посажено? Ну, это теклица, вы видите. Это все гибриды томата, сорта определенные, которые растут в условиях защищенного грунта. Но, главное, интересно, мы проверили, что они готовы выращиваться даже в условиях открытого грунта. И мы увидели, наверное, у вас на роликах тоже они будут, в условиях открытого грунта. Сейчас мы находимся около уникального, одного из уникальных гибридов, это гибрид формата. Это совсем ведь недавно гибрид. Я точно знаю, что года два назад он вышел, да? Два года назад он включен в государственный реестр, и мы его уже продаем. Да. Кстати, его берут не только любители, его берут даже профессионалы, вот за счет его такой вот... Могружности был, да? Могружности он способен формировать урожай при любых условиях. Будь то уж очень усиленная жара, или обычные среднероссийские условия, в условиях теплица. Резать будет? Конечно. Ура. Я беру самый крупный из первой кисти. Он уже, бедный, переспел даже. Он уже переспел. А, какой красавец. У вас ждал. Ну, точно. И дождался. Ура. Друзья, вот, смотрите, какой на разрезе. Это действительно томат, который... Его можно транспортировать. То есть, я смотрю, у него вот хорошие плотные стеночки. Он достаточно такой вот плотный, сочный. Друзья, сок вот видите, как капает. Давайте, я вас угощаю. Благодарю вас. Плодами трудов наших силиционеров. Сладчайший. Сочный. Очень сочный. То есть, даже в условиях московской области он набирает вот такую вкусность. Очень вкусный томат. Я скажу так, что это универсального назначения и салатного, но если сравнивать вот с сердцами, в сердцах немного мякоти больше. Здесь как-то больше сока все-таки, наверное, да? Ну, вы сами сказали. То есть, вот такой гибрид будет очень востребован не только как салатный. Из него можно готовить соки, перерабатывать пасту, да, верхние вот плоды. Ну, может быть... На консервацию хватит, да. То есть, у него такая достаточно кожурка плотненькая, то есть, его можно будет и в банки положить. И посмотрите, какой он семян. Я не скажу, что у него много. Ну, это гибридный семян F1, поэтому никакого потомства они давать не могут. Я имею в виду чистого. И вот такого урожая уникального. Ну, посмотрите, какие вот вы видите. Нагруженность плодами отменной. То есть, это вот мы сорвали уже, тут уже, я смотрю, вот уже срезали, наверное, листики, кисточки. Ну, здесь формировка идет. Да, формировка тоже в один стебель. Так, все. Так что вот вес где-то в среднем, ну, думаю, что около 400 грамм. Весы у нас перегрелись, сломались. Ну, в зависимости от технологии выращивания, то есть, от ухода, он дает плоды где-то в районе 200-300 грамм. Стандартная такая. Да, 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 да. Да. Ну, если постараться, можно вот такую. Да. Ну, это, наверное, первая кисть. Друзья, вот это все вот посажено, да? Вот, да, нормально. Вот, да. Да, вот, да. Вы посмотрите, какая нагруженность плодами. Вот еще один гибрид, мимо которого я точно не могла пройти мимо. Томат называется корун. Да, гибрид корун. Гибрид корун, да. Друзья, это что-то с чем-то. Вы посмотрите, какая кисть. Вот я боюсь, как бы ее не оторвать. Вот тут кисти держателя очень разумно. Она именно говорит о себе. Это кистьевая форма томата. Вот смотрите, на одной кисти где-то 6-8 плодов. 6-8 томатов, да. Вы посмотрите, какая... Это вот тоже корун, да? Да. Вы посмотрите, какая нагрузка плодами. Обалдеть. Режем? Режем обязательно. Режем. Мы не скрываем даже все, что происходит в нашей кухне и внутри даже томатов. Друзья, вот. Смотрите, это точно томат универсального назначения. На консервацию точно пойдет. Пойдет, потому что шкурка плотная, транспортабельная. Средний вес где-то 115 грамм. Вот на вид 95-115. Попробуем. Я вкус гарантирую. А селекционеры гарантируют урожай. Классический. Томатный вкус. Классического вкуса. И очень сочный. То есть это томат сочный. Его действительно можно и для соков, томатов, пасты, ну, универсального назначения. Салат тоже подойдет, друзья. Прямо совершенно спокойно. Прекрасно. Абсолютно. Кто у нас предприниматель, кто выращивает на продажу, возьмите его на заметку. Вы посмотрите, какая нагруженность склада. И транспортабельное качество очень высокое. Транспортировочное. То есть это томат прям вот то, что нужно, скажем так, в народу, для того, чтобы накормить людей. Тем, кто зарабатывает, и тем, кто ест. Те, кто зарабатывает, и те, кто ест. Александр Николаевич, что вот это за красота нереальная? Ну, наверное, его надо было первым показать. Да. У него очень интересное название у этого томата. Сладкая встреча. Да, действительно, романтичная. Встреча, что мы встретились. Дай бог, с каждым из садоводов мы этот сорт встретимся. Название сладкое, ну, само по себе говорит. То есть это уникальный сорт. Смотрите, такая нагруженность. Очень сладкий, изумительно для заготовок, для салатов. Ого, там просто мясо. Соответственно, дети будут говорить. Конфетка. Да, это конфетка, на самом деле. Это конфетка. Отличается тем, что очень хорошая нагруженность. Он хорошо завязывает плоды при любых условиях. Даже вот если в условии стресса какие-то. И неважно, это в теплицах или в открытом грунте. Но он, это индет, лучше всего его высаживать в условиях защищенного грунта. Ну да, отдача, конечно, здесь гораздо больше. И он никогда не подведет. Он очень уникален. Устойчив ко всем болезням? Устойчив не ко всем болезням. Комплексу? Ну, большинству. Большинству. И очень урожайно. Друзья, посмотрите, какая. И кисть поспевает сразу вся, да? Да. Ну, из-за того, что он не такой уж крупный, соответственно, плоды созревают равномерно. Вот смотрите, сразу можно получить 3-4 кисти, если вы недельки-две не были на даче. Смотрите, друзья, и все-таки у него большее количество именно мяса томатного. То есть семян здесь мало. Еще один. Сорт, да, Александр Николаевич? Ну, посмотрите на таблицу. Да, сорт, точно. Сорт, да. Если нет F1, то есть сорт. Нет, нет F1. Вот смотрите, он какой красивый. Полосатый сорт. Он украсит даже в зеленом виде. Да, и в зеленом виде просто. Вообще обалденный. И смотрите, какая нагруженность того атома. Это говорит о том, что он стрессоустойчивый и завязывает плоды, независимо от условий, которые бывают часто в теплицах. И он как раз покрупнее, чем черри. Но не дошел еще, скажем, до того, вот таких обычных консервных томатов. То есть он такой средний. Ну, консервировать-то как раз, наверное, такие очень удобно. Вот такие даже удобные, да. Очень удобно. Очень удобно. И он еще с успехом может использоваться даже как салатный. На переработку очень хороший. У него высокое содержание ликопинов. Я попробую. Вот режем маленький кусочек руками. Очень сладкий. По вкусу как черрики. Сладкий. Такой же сладкий. Ну, видите, по размеру чуть-чуть. Да, чуть-чуть побольше. И самое главное тоже, кожура у него такая вот плотненькая. То есть она не соберется во рту, как вот некрасиво, как вот говорят, что кожура такая жесткая. Нет-нет-нет. Но, тем не менее, вести вот эту кисть будет легко, спокойно. Она не потрескается в дороге, не разомнется в кашу. Это точно. Очень вкусный томат. Мы именно над этим и работаем, чтобы товар всегда доходил к столу целым. Друзья, еще один гибрид в вашу копилку. Называется Суды. Расскажите, Артем Афалыч. Ну, это уже гибрид первого поколения, тоже кистевой. С не очень крупными плодами, то есть где-то до 130 граммов. 80-90 суток. Но уникальность в чем? Малиновая краска. Он не будет внутри малиновый, но вкусовые качества у них изумительные. То есть мы знаем, что желтые очень вкусные. Желтые любимые, да. Очень вкусные, розовые. А малиновые еще вкуснее. Еще вкуснее. Давайте попробуем малиновый. Отличный. Привкус. Чистый томат. Чистый томат. Без всяких. Он имеет аромат. Аромат ярко выражен настоящего томата. Сладкого. Без кислинки. Сочный. То есть это опять универсальное назначение. Можно консервировать, можно сок, томатная паста, я не знаю, салаты. А, кстати, лёжкость у них какая? Можно ли поправить, полежать немножко? Лёжкость, она связана с транспортировкой. Всегда возят долго. И с учетом, что здесь плоды плотненькие, они спокойно доедут. Едут, ну, если у вас дать в Ростове, до Пензы доедут. Отлично. Без проблем. А, например, я могу их в конце августа, в сентябре снеге положить, чтобы они у меня до ноября прохладно побежали. Без проблем. Ну, вот, пожалуйста, друзья. Так что можно продлить сезон вот таких вот вкусных томатов. Прохладные условия, и они им раз надо спеет, дозарятся. Отличный томат. Прямо-таки, опять-таки, для тех, кто частные предприниматели, тех, кто занимается продажей, друзья, возьмите его на заметку. Это действительно томат, идеальное сочетание вкуса, размера и вот этой вот транспортабельности, транспортировочное качество очень высокое. Да, и посмотрите, здесь в теплице здоровый лист. Здоровый. То есть, волнувшись в болезни. И плоды, посмотрите, какая одна кисть, это уже, наверное, килограмм больше, даже килограмм. Ну, больше, да, два, три. То есть, средний вот вес этого томатика где-то 85-100-115 грамм. Ну, все зависит от того. Ну, значит, здесь килограмм. Здесь килограмм. Друзья, у нас на сегодняшний день все. Поверьте, мы рассказали только, ну, наверное, процентов 3-5 от того, что представлено. Меньше одного процента. Ого. Меньше одного процента. У нас в ассортименте более 300 томатов разного крупного направления. Ну, будет плоднее еще у нас вернуться. По вкусу, по размерам. Все они отличаются высокой урожайностью, высокими вкусовыми качествами и высокими питательными качествами. Ну, это здорово, конечно. То есть, ешьте наши томаты из наших сортов и семян, и будете здоровы. Александр Николаевич, спасибо вам большое. И вообще низкий поклон вам за эту радость и за красоту, и вообще за все вот эти ваши овощи, которые вы своим трудом для нас, садоводов, огородников подарили. Так что спасибо вам большое. Друзья, еще раз напоминаю. Ну, это спасибо не мне, а нашим селекционерам, которые круглогодично работают на создание вот такой красоты. Вот такой красоты. Таких урожаев. Еще раз напоминаю. Я в Агроховинке поиск. Рядом со мной Ховрин Александр Николаевич, руководитель селекционного отдела. То есть, это все плоды творения наших селекционеров, российских. Так что все, друзья, я прощаюсь с вами и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова